Это нарезка стрима с нашего твич канала, подписывайся по ссылке в описании. Чё, давай обозревать луки. Давай обозревать, короче, это наш, значит, член нашего клубяхи в прекрасной, прекрасной, я бы, знаешь, как это назвал? Я бы назвал это мидии в масле, лук этот, целиком и полностью. У меня, знаешь как, типа, у меня вот создаётся, вот когда я вижу таких чуваков, у меня, знаешь, какая хуйня, типа, ты был в Адлере когда-нибудь или в Сочи? Нет, но я понял примерно, что ты сейчас пытаешься загранить. Типа, понимаешь, вот есть, как бы, категория людей, которые ездят дыхать в загранку, типа, ну, там, может быть, Турция, да, там, какие, ну, опять же, как бы, ну, вот, мастхэвные истории типа Турции, Египта, вот, прочие такой лабуды, а есть чуваки, которые такие, ебать, Марина, нахуй, погнали её, сочи, а Марина, ебать, вообще, ну, ауференно, каждый год, знаешь, с Витькой Варлером, ебать, башню. И вот, это Витька уровень 200 миллионов тысяч, понял, типа, Витёк поднялся, Витёк помолодел, отскусился в обратную сторону, значит, прицепил себе, видишь, полоприкинно, опять, водянистый чувак. Потом, кепочку, смотри себе, такую, надел, ярко, бодро, свежо, и вот мне вот такое, вот у него такое приятное лицо, что мне хочется реально с ним схавать кастрюлю мидий, понял? Братан, кастрюлю пельменей, не, не, ахам, мидий, вот тут, не, мидий, или барабульки какой-то, понял, типа, тачка. Барабульки, это что? Вообще, если что, на фотографии человек, признанный легендой СССР, народный заслуженный артист России, Чеченой Ингушетии и Мадагаскара. Это человек, человек, который занимается музыкой, и он писал вообще не один далеко бит Павлу Технику. Касаемо, как бы, Эрика Психоделика, ну, типа, вот это, короче, знаешь, что это за лук? Это лук Китч Мажоров, который, вот, типа, на Яма... Нет, не на Ямайке, в Монако, нахуй. Русский в Монако, нахуй. Это вот он пришел, он, типа, в Монако высадился сразу, в Монклер, сразу. Не-не, он не, он не высадился, он выплюнулся в Монако. То есть, типа, это лук, как будто он напиздил денег на перепродажи не... Зря! Блин, братанчик, мы смотрим клип. Короче, оценка этого лука 10 из 10, почему? Потому что лук харизматичный, здесь похуй, какие цветы. Это вот хорошее описание, он реально, типа, на своем вайбе такой. Да, да, и он одевается так, он так одевается постоянно. Вот это вот респект. Респект за пятихатку, короче, сейчас я буду искать, сейчас я буду искать клип. Ты пока второй лук включай, а я пока за тебя поработаю. То есть, это вот лучок, знаешь, где-то 2012, может быть, 2013 год. И мне, знаешь, что, я сразу вспомнил спартосы с кортезами. Просто вообще балово. Ну, типа, это прям, мне вот это нравится. Оно, знаешь, оно, может быть, визуально это не, типа, не топ-образ, да? Там, какого-то там, ой, как классно оделся. Вообще, сочетание цветов там бомба. Невероятно там красиво, подчеркиваю, фигуру. Это образ чувака, который, понял, ходит на фанатку, а потом давит пузырь, понял, с пацанами в баре. И это, опять же, каждый раз, когда я про это говорю, я не говорю это с точки зрения, что это ху**ло. Это просто определенный вайб. Ну, вайб, реально, пацана с района, вот, если бы я его увидел в переулке, я бы, знаете, как в меме, испугались, обосрался. Вот, типа, ну, это наши подписчики, поэтому я ничего не боюсь. Я выхожу на улицу, и такой пацан подъедет к мне и скажет, Андрюха, как ты обосрал этот лук на твиче, ху-ху, красавчик, бля. Вот так это будет происходить. Вот, то есть, я реально, я гуляю, значит, по своему району. Прихожу домой, и у меня два сообщения от разных людей. Пишут, о, Андрюха, сегодня тебя видел, ну, типа, испугался подойти поздороваться, короче. Привет, красавчик, типа. Я такой, аху**ть, нужно, походу, переезжать куда-то. Смотри, вот, да, да, да. Нет, на самом деле, этот лучок, тут смотри, это просто, это гениальная фотография. Не все выкупили прикола. Вот это вот, то, что называется интеллигентная басота, да, у нас вот есть в чате интеллигентная басота. Вот это вот, вот как это выглядит. Это Казанский собор. Это легендарная постройка. Это место силы. Сзади масонский треугольник. Вон он. Видно, да? Масонский треугольник. Потому что масонская ложа в Санкт-Петербурге была очень развита. И вот это вот я называю культурный петербургский гопник. Он, конечно, брянский на самом деле, но он жил в Петербурге. Это Егор, наш подписчик. И, типа, это вот такой вайп, понял? Типа, это вот так вот. На картонах такой, понял? И ты такой, типа, деньги есть? А если в шахматы выиграю, типа? А если я тебя победю в интеллектуальных дебатах, блядь? Как относишься к философии Канта, еб... Нитши читал, уебок. Вот это вот, вот, понимаете? И вот это я уважаю. То есть, типа, если бы на фоне были бы хрущевки, ну, это был бы лук ноли здесь, но вот это вот, это я, вот это... Мне очень нравится пиджак носить, да? И черно-белые треники Адидас. И я еще очень хочу купить себе рубашку с жабо. Блядь, пиздец. Если она будет где-нибудь, вот, я буду гулять, она будет там висеть, где-то продаваться, там, ну, на блошином рынке на каком-нибудь, я сразу ее себе забираю и буду носить треники с жабо. Жабо это воротник такой, типа, откинутый? Жабо, да, это, короче... Ну, там, типа, есть разный, но вот это вот, типа, аристократичный такой воротник, типа, 19-го века, 18-го. Вот это вот... Типа, типа, это, как его, индюк? Ну, типа, да, ну, типа. Слушай, интеллигентная басота, она сидит на картах, но она на картах оттопыривает мизинчик ноги. Вот. И, типа, и она вот так вот берет, и такая. Вот так вот берет. И вот здесь вот вместо воды должна быть Балтика-девятка. Не, не Балтика-девятка. Виноградный день. О, ну, б***ь, не. Хорошо, хорошо. Балтика-семерка. Сторговались. Но, типа, Балтика-девятка, это просто, это газированный спирт. Я не знаю, это как можно такое пить? Я ва... Короче, касаемо Лука. Этот еще парень, он и... Патриот. У него ННХ, Антитер, и вроде, вроде, эта курточка вообще Кодред. И, возможно, треники тоже Кодредовские. То есть он почти фулл, типа, инрашн стайл. Но, типа, если он сейчас еще с нами в чате, если он еще не вышел из чата, то он распишет, что это за бренд. Если у него еще Кортезе были бы в этой, в белой-сине-красной расцветке, то было бы вообще раз... Ну, у нас будут сегодня еще интересные расцветки. Вот. Я с тобой полностью согласен. И фотография вот эта вот охуенно. Она еще снята на айфон. Я очень люблю, когда вот типсоны при бабках, и они одеваются, типа, ну, реально, как гопники, короче. Но при этом они, поняли, типа, на бабле. Это я очень уважаю. Это трушно, пи***. Типа, это вот, это знаешь такой вайб, когда ты уже поднялся, купился бэху там или гелик, и ты в свою шаву подъезжаешь, которую, типа, хау... Пасцы, что у тебя бэх или гелик, да? Да, 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 да. И ты, короче, понял, и ты вообще на вайбе на таком, что, типа, ты всю жизнь питался шавермой, и ты такой, заеду в свою шаву любимую на... районе, паркуешься, короче, и за шавой. Это... Вот это... Потом... Потом тачку проветриваешь, потому что там т*** сванище. Бл***, просто... Ну, видишь, если у тебя кожаный слон в тачке, то не так заванивается. Если тканевый, все, это фиг... Это... Это сушите весла. Это тоже офицер закрытого... Закрытого клуба. Закрытого клуба? Закрытого клуба, да. Да! Ну, фотография, видишь, типа, очень... Она пересвеченная. Ну, в плане того, что... Из-за того, что... Цвета много, чувак целый. Да, да, да. Это, как бы, вообще, правило фотографии должно быть, что вы должны быть самой яркой частью фотографии. Ну, это просто база. Это, типа, такая же тема, как вот с видео. То есть, если у тебя на видео самое яркое... Это, типа, твой фон, то картинка говно. Ну, это первое правило видео и фотографии. То есть, вот здесь фотографии неудачные с точки зрения того, чтобы оценивать лук. Ну, что тут можно сказать? Давай, да, найти слово, да. Ну, на... Гола. Я ставлю лайк. Трушно. Вот. Необычно, по крайней мере, да? Потому что у нас даже вот самые, знаешь, какие-то уникальные адидасы, они все равно имеют в себе три полоски. Ну, типа, знаешь, какими бы адидасы не были, они все равно имеют на себе три полоски. А здесь что-то необычное. Джинсы. Я не помню, чувак писал, на самом деле, что у него надето. Вот. Джинсы хорошие, нормально, подвороты, статусные, мужчинские. Вот. Овершотик, Marshall Artist. Я бы, на самом деле, вот, и кепочка тоже хорошая, но я бы в этом образе все-таки поменял что-то. Я бы именно поменял джинсы, потому что, видишь, как тапки контрастные, а вот контраст-то, типа, в основной палитре, да, цветов, вот что-то мне не хватает, вот как-то. Сюда красные носки нужны. Сюда красные носки нужны, длинные. Нужно, нужно какой-то акцент вкнуть, типа, нужно прям вот что-то впихнуть сюда. Вот, знаешь, как бы, вот что-то прям, что-то прям необычное. Хочется вот в этот образ еще добавить. И я прям понимаю, что если вот сюда добавить, сейчас, спинку откину, если добавить в этот образ что-то необычного, то будет смотреться вообще иначе. Но, как бы, просто вот по картинке мне нормально. Ну, просто нормально. Ну, я бы что сюда бы вотнул? Я бы сюда вотнул бы яркую кепку и носки в цвет кепки. И было бы уже интереснее сильно. Ну, уже было бы по-другому просто, да. Было бы уже не так, как сейчас. Нет. Нормальный образ. Нормальный, я говорю, что вот джинсы мне не особо, они хороши, но мне кажется, что они слишком широки для данного образа. Ну, это мое мнение, потому что, как бы, я не истинно последней инстанции, как бы, кто как хочет, тот так и одевается. Ну, видишь, тут трудно оценить, потому что пересвет действительно и экспозиция очень низкая, поэтому офицер, ставим те, ну, я думаю, что здесь точно шестерочка есть. Это повседневный, нормальный образ, то есть, типа, это образ, в который можно, в принципе, на свиданку сходить, на такую, типа, не на первую свиданку, не на первую, но, типа, там, уже когда вы с девушкой и вы встречаетесь, уже когда-то впечатление уже произвело. да, то есть, это вот такая штучка. Девочка не знает, что такое Marshall Artist, типа, и она не знает, что такое, типа, Adidas Goal, понимаете? Вот, она просто... Ну, ладно, 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 я тут интеллигентный просто досмотрю. просто Goal. Вот. Это бренд Goal. Ладно, 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 ладно. Попался, попался, это была проверка. Adidas Goal. Adidas Cortezana, а? Вот. Короче, смысл в том, что девочка не шарит за бренд, девочка не шарит ни за что, и, типа, в этом контексте, конечно, более такие казуальные луки, они выигрывают всегда... Я говорю, казуальные луки не типа casuals луки, а казуальные, типа, когда это строгие шмотки, да, повседневные, когда это брюки, когда это ботинки, полуботинки, когда это водолазки, рубашки, сорочки, короче, блейзеры, пиджаки, и все в остальном. А вот это вот уже, да, это уже типа, это вы пошли на активное свидание, это вы пошли не в этот самый, не в ресторан, а это вы пошли, типа, в парк аттракционов, короче, весь не пошли. Или вы там пошли, условно говоря, в тир. Ну вот что-то вот такое. И ты взял, чтобы не засраться, да? Ну да, но хотя бы в парке аттракционов сложно засраться, мне кажется, все-таки. Вот, поэтому типа, 6-7, повседневный, как бы, аттракционы. Туда нужно коричневые штаны покупать, чинусы. как Red Bull завещал, что одежда в цвет должна быть. Вот, это интересный лучок. Отец, мне есть, что про него сказать, но я, наверное, сначала отдам слово Дэну. Есть ли? Пожалуйста. Ну, вот так мы и оставим. Да, 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 именно то, что я хотел сказать. Вот так вот. Вот так мы не оставим. Ну, опять же, это Ивизу я там вижу. Да, это Ивизу. Ну, вот типа, бро, ну, по чесноку, типа, у тебя пальто, ну, по факту же, пальто. Да? Ну, как это, подожди, пеное пальто. знаешь, это, ну, это, вот, конкретно это называется не пальто, а как это, называется-то, господи, когда короткое пальто, там, господи. Я не помню. Подсказывайте в чате, пацаны, как называется короткое пальто? Бушлат, это бушлат. Вот, что это такое. Ну, я тебе говорю, вот типа, образ, ебатический, вот, ровно пополам. Ну, вот, типа, классный, вот это вот, как ты говоришь, бушлат, да, с вот этой кепи, он охуенно сочетается, прям, вообще. Тут еще шарф, смотри, какой-то, ну, какой-то такой, я думаю. Статусный, статусный, барбур, что ли там. типа, клево выглядит, но вот, понимаешь, как бы, и визу, и визу, как вообще, ну, вот, именно формат штанов, и визу мне нравится, я люблю эти джинсы, но мне все-таки кажется, что и визу отлично подходят под что-то типа мембраны, ну, вот, мембранных курточек, да, ветровки, какие-нибудь, может быть, футболочки, да, и опять же, это же вот и визуэта новодельная, я так понимаю, а новодельные и визу, они в большинстве случаев продаются слим или скинифит даже, я так скажу, вот, поэтому, что-то мне вот, джинсы мне кажется, вообще мимо, и, что самое важное, самбы, это веганы, если я, опять же, не ошибаюсь, если мне не изменяет мой взор и кругозор, да, и вот, у них прикол, вот именно в носу, и он почему-то бежевый, ну, вообще не понимаю, как Адидас, ну, типа, родил, черные самбы с белыми полосками, с бежевым носом, как, как у Адидас, вообще хватило, типа, на это дизайна, ну, типа, вот у меня такой вопрос, классические черные самбы, здесь смотрелись бы выигрышнее, но еще более выигрышно, Андрей скажет, что здесь смотрелись бы, Мартинсы или Ботинки, но я скажу, белые Аддики, типа, кожаных Газелей, или полностью, вот, типа, у Самп есть вариации, когда они полностью, вот, типа, только один цвет, или у Газели только один цвет, полностью черные, или полностью белые, я здесь заголосую за белые, и джинсы, брат, можно было бы поменять на какие-нибудь чины брюки, и это уже поиграло бы, заиграло бы другими красками, вот как-то так, я считаю, по отдельности шмотки, вместе, вниз, отдельно, и вверх отдельно, вместе, брат, ну, надо что-то, как-то, может, пересмотреть, вот эту историю, под себя, опять же. Ну, смотри, что я здесь скажу, если сделать подвороты ниже, то есть, раскатать их, уже будет лучше, на мой скромный взгляд, конкретно высота, вот этих подворотов, она не сочетается с верхом, то есть, здесь, как бы, здесь, именно вопрос даже не в джинсах, я думаю, что если бы они были раскатаны, вообще бы по-другому лук смотрелся, и это первое. Возможно, ощущение даже было бы другое, да, да, то есть, типа, слишком высоко, и когда у тебя так высоко, настолько высоко подвороты, ну, типа, они вон выходят, вообще, за косточку, и у тебя еще носки высокие, и эти носки еще с принтом, вот с таким, это не, как это сказать, это не носки с монограммой, где вот есть монограммный какой-нибудь принт, а это вот конкретно, вот один рисуночек, буквы S, кстати, наверное, доллар, какой-нибудь, типа того, вот это вот вообще нет, вот так носить нельзя, то есть, если у тебя такие высокие подвороты, ну, это слитки, и это лето, это слитки, и это лето, вот, это не такой, это не такая длина носка точно, и это точно не носок с принтом, и получается, что действительно, если бы ты просто раскатал подвороты, уже бы это выглядело по-другому, потому что смотри, подвороты, визуально, они твою ногу утончают, и получается, что у тебя бушлат, толстенный, ты такое облако, короче, да, и на спичках, короче, вот в чем суть, то есть, типа, получается такая штука, что когда у тебя шмотка, которая тебя визуально делает шире, типа бомбера, если ты вот такие, ну, условно и бомбер, здесь смотрелся бы так же комично, потому что у тебя ножки укорачиваются, становятся тоненькими, и ты похож на смешарика, вот в чем суть, типа, тебе нужно, как бы, широкие сюда, ну, типа чиносы, этот вот, именно прямые, которые, широкие, не, нихуя, типа прямые, вот эти, да, прямые, я оговорился, все верно, вот, типа, сюда нужно прямые чиносы, брюки сюда бы подошли, слегка зауженные, может быть, с высокой талией какой-нибудь, охуенные, с холестиком, насчет ботинок, ну, короче, не знаю, насчет мартосов, полуботинки, вот эти вот, мартосовские, которые, сюда бы идеально бы подошли, насчет белых кроссовок, я вообще, я просто считаю, что пальто, это исключительно классическая штука, она не универсальная, длинное пальто, длинное пальто, оверсайзовское, двубортное, его можно и с худи, и с пиджаками, и с джинсами, и с чем угодно, но, б***ь, б***ь, с спортивками носят, да, но, это Андрюха, мне можно, типа, но бушлат, бушлат изначально, это армейский предмет гардероба, ну, типа, это, это максимально строгий, айтем, который нельзя носить, ни с чем, кроме строгих брюк, чинлос, в принципе, у нас подходит в разряд строгих штанов, вот, то есть сюда, например, штаны подъем бы сюда бы не вписались вообще, то есть, я так просто, вот, да, это, вот к чему, то есть, эта шмотка, она обязывает, все, это статус, не можешь ее носить, как бы, сейвизу, никак, вот, насчет обуви, ну, типа, тоже они должны быть тут классические, здесь должны быть Оксфорды, Броги, Монки, б***ь, здесь могут быть Челси, вот Челси, вот сюда Челси нужны, сюда нужны Челси, даже с этими подворотами, кстати, Челси нормально залезли, да, да, либо, либо, если мы хотим casual look, casual look, вот так, сюда нужно светло-голубые джинсы прямые, вот, светло-голубые прямые джинсы, они сюда, это будет, знаешь, что это за look, это будет look английского фаната футбольного, я видел такие фотографии, где Бушлат, Стон Айланд, синие джинсы, и Нью Белансы, короче, такой типа, и это будет максимально, вот этот вот, типа, дедовский, casual look, то есть у тебя Кеппи, у тебя Бушлат, у тебя Левисы там 501, и Нью Белансы 574, вот, вот это будет похоже, вот сюда будет похоже, на casual look, в остальном, сюда Челси, и брюки, вот так, я понимаю, я понимаю, что, да, за НБ минус, респект от Дэна, но я говорю именно по идеологии, как это бы смотрелось, то есть, тогда это было бы похоже на английского Кужуала с фотографией, из 2000-х годов, это вот было бы реально один в один, потому что я такие фотки видел, очень много, что-то не согласен с этим, Дэн? Почему? Да я думаю просто, типа, ну, не пишется что-то вообще в башке, голубые джинсы прямые сюда не пишутся, Левисы? Ну, это ладно про голубые джинсы, сам образ мне не пишется, ну да, это, вот это вот, это еще у него такое лицо, это итальянский моделье, это типа вдвоюродный брат Массимо Ости, его зовут Джузеппе, да, 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 марио, луизи, вот это пепперо, не хочется вот эту вот, пизанскую башню посмотреть, да, это сто процентов, Джузеппель, да, да, дятяго, с белгора, зачем, в туфлях с пакетом как на выборы не на типа короче лук пятерка из 10 потому что он ровно половина вот так вот типа ровно половина я наконец-то запустил свой закрытый клуб это уникальное мужское комьюнити вступив в которое ты получаешь ранний доступ ко всем закрытым селом шмота народ они будут проводиться раз в два-три месяца сначала мы будем давать ссылку именно в закрытый канал а потом уже публиковать став в открытый постоянная дополнительная скидка в 10 процентов на одежду в мате в народ и 50 процентов скидка на услуги стилиста то есть мои еще там будут скидки на услуги моего креативного агентства персональные скидки от наших проверенных продавцов их будет очень много подборки скидок с маркетплейсов и сайтов брендов разборы гардероба по факту у нас есть три мы разбором гардероб но там мы стебем в нашем канале будут разборы именно фактологические конкретные схемы заработка на сотрудничестве с моим креативным агентством и шматом в народ зарабатывать можно спокойно до полумиллиона в месяц уникальные публикации от меня про заработок женщин и предпринимательства гайды по стилю тренировкам и здоровьем записи с моих выступлений они вообще-то платные для узкого круга предпринимателей материал который нельзя постить по правилам ютюба на ютюб поэтому его заливаем в телеграм-канал еще дополнительные материалы с роликов которые будут храниться тоже в этом канале сильная комьюнити с чатом для общения закрытые прямые эфиры как соло так и со звездными очень полезными гостями еще от моего агентства и шмотам мы будем в двадцать четвертом году снимать обучающие курсы по монтажу съемки и стилю вот в канале они будут лежать либо бесплатно либо по огромной скидке это пока не решено изи шмотка вернется и будет проходить именно в этом канале кто помнит тот помнит что это такое небольшие конкурсы и раздачи внутри самого канала а если ты продавец или владелец бренда то вступив в этот клуб ты еще получаешь дополнительное участие в сейлах скидки на рекламу и участие в наших скидочных программ теперь о стоимости 500 рублей в месяц которые отбиваются сразу после подписки за счет той пользы которая там есть и вот на сдачу к этому ты дополнительно получаешь следующие вещи новое окружение новый майнсет офигительное здоровье и дополнительных заработок который может приносить тебе больше чем основная работа а первые 20 человек которые оформят подписку будут упоминаться в каждом ролике на канале шмот в народ и андрюха бондарев нашей благодарностью и никами на экране стань частью истории и присоединись к легендарные движухи ссылка на клуб в описании и закрепленном комете from father to son тут оценивать нечего сразу скажу мы здесь задерживаться долго не будем это наш офицер барин из сочи фотография такая что не понятно чё здесь за шмотки но здесь другой вайб здесь другой вайб я вот типа из доминик торето да да так и хочет сказать что мы пропагандируем традиционные ценности потому что доллар это что что такое доллар это грязные зеленые бумажки ночью наши ученые денис этот разгон уже слышал раз и вот это вот его лицо каждый раз это просто происходит в рандомный момент просто короче я ставлю этому лукой 10 и 10 рейсинганов потому что этот лук напомнил мне о моем кумире владимире вольфовичу жириновский на самом деле я андрюха из клана учиха я скопировал дюдсу владимира вольфовича и теперь я знаю все его приемы но вот знаете опять же максимальную душниловку я включу это мой 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 стиль включать максимальную душниловку но вот скажу так понимаете когда люди начинают одеваться как-то как-то подобая какому-то стилю они наверное забывают почитать про истоки вообще да как бы что такое пряжелась зачем она вообще все нужно и для кого это все вообще сделано и вот знаете каждая шмотка она хороша по-своему типа вот у чувака так значит у чувака харингтон какой-то потом ремень вообще не подходящий к этой во всей истории потому что вот если мы говорим про ремешок например этот черный мне кажется это вообще брючный ремень типа поправьте меня если я не прав типа костюмные вот штанишки то как бы коричневые и одики фиолетовые и вот у меня классические харингтоны это он ли ботинки только ботинки вот и все потому что есть харингтоны как куртки как куртки а есть харингтоны именно вот вот такого формата это именно классика и я думаю что вот под этот образ можно купить себе ботинки обязательно ну вот как бы мартинске покупать не обязательно есть производители которые делают похожую похожего формата ботинки низкие да то есть можно не покупать и высокий например да купить низкие потому что они но более применимы в нашей действительности купить и какие-то низкие ботинки похожие на мартинс можно даже стаканом типа гриндер сав что-нибудь похожее вот и носить их там годами но под харингтона не будут заходить отлично а вот тут как бы я не вижу сочетание нигде вот у чувака слева тоже который ближе к вот к месту стоит и вроде газели записи джинсы вроде нормальным газели подходит но куртка здесь зачем такая не понимаю черная подошла бы лучше бежевый цвет он вообще не самый как бы не самый универсальный под него очень хорошо подходит белый вот а вот зеленая под нее не знаю но вот опять же как бы мы опять приходим к одному тому же это ну каша-малаша вот здесь надо здесь нет истории вот улучшить моменте улучшить моменте чуваку который показывает клетку своего характера надо ботиночки прицепить а чуваку который ручки сложил важно ему значит эту либо тапки белые либо куртку черную и вот это исправит образ в моменте вот это мое какое-то андрей слово я знаю что скажу я скажу что эти луки это они идеально дополняют фон ну вот типа вот эти луки их можно назвать как сковородка на мерседесе ну вот типа 2 сковородки на мерседесе то есть вот это ты такой смотришь такой чего такой типа вот так вот то есть и смотришь такой сковородки на мерседесе это этот при том что мерседес то сзади не я себе такой же был фильме такси если мне память не изменяет и тут сковород это потому что россия а сзади на фоне что wildberries социальная аптека и там дальше совком банк еще вот и вот это вот это вот это чисто вот это вот это обложка вот квадратный андерграунд рэпа то есть вот это может только на андерграунд рэп обложке быть то есть это не по девочку а девочка была в колготках да а еще нужен да да подвольная качалка мы спасен нами качаемся нюхаем по подмышке и вот это вот андерграунд если мы про андеграунд рэп говорим там только так база база и короче но ты уже сказал да что этого молодого человека харрингтона лансдейл малому вообще не не скажу итальянская посадка итальянская посадка не должна кончаться у пупка и освобождать запястья вот настолько да 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 при том смотри видишь плечи при том что плечи они скошены то есть типа это ну это вообще xs размер то есть он просто меньше как бы да ну не его сайс до сайс не твой касаемо левого молодого человека все кроме кроссовок реально то есть я даже с ремнем здесь соглашусь потому что в принципе если у нас черная футболочка или кофта вельветовый штанишек вайс на ремень но типа здесь ну сюда марту вот сюда мартосы реально полу ботинки вот это даже не высоким а полу ботинки скиньте я про это говорил любые низкие до взять себе типа можно не мартинс можно что угодно просто понимаешь типа суть вот этих образов вот каждый раз типа ну вот если ты собираешь себе просто вот не гардероб да на гароб какой-нибудь да типа вот пару обуви ты покупаешь себе что-то типа либо самбо газели дефолтный на низкой подошве ты покупаешь свои кроссовки типа nike 90-х airmax а да как бы ты покупаешь себе ботинки типа опять же мартинсом или что-то похоже неважно типа там airbox например есть бюджетный вообще вариант вот или вот например у нас ребята хэри хэтчет делают но в китае не правда делают но это российский бренд там хорошо они продаются вот и покупаешь себе ну что-то типа летние обуви там какие-нибудь кроссовки ну там не знаю которые пропускают легко типа fly нет of ski например там форсы вот у тебя типа четыре пары ты можешь вообще с чем угодно и как бы вот такие кроссовки это смело пипец типа фиолетовый это было не просто смело это было и вот я говорю что вот эти кроссовки это смело вот эти газели которые не узнаете это смело это надо уметь сочетать у тебя должна быть большая diversity рассмотренность разнообразие у тебя должно быть большое разнообразие одежды в твоем гардеробе которую ты можешь сочетать вот такой обуви в принципе чё вроде все сказали да что хотели не знать как взрывать эти луки это фотография огры маги из дот касаемо этого лука вот все думали все думали что я буду его хейтить но этот лук настолько отражает эпоху что к нему вообще нет вопросов вот этот лук это это смотрите да это new balance это такие типа непростые new balance я не помню как они точно называется это вот такие типа легкий переход в дрилл это значит штаны широкие карга это значит сумка через плечо cp company и north face 700 или 900 набивки не я не понимаю я не помню какая здесь точно набивка либо 700 либо 900 и шапка это классика вот раньше барыги одевались как пола фредпери подтяжка штанишки и какие-нибудь типа газели вот как надевались барин сейчас сейчас барыги перешли на пайзон перешли на корейские пуховики и на новые cp company от поставщиков типу приехала обнова и он закупился врубились и вот это типа и вот к этому вопросов вообще нет этот лук он понятен я как идущий к реке мне этот мир абсолютно понятен и уже как будто миллион миллиардов обнов провел на миллионных миллиардов аккаунтов на и я ничего не ищу в этом мире кроме спокойствия ровных тонов в одежде и носков без принтов понимаешь тачки-срачки блять идите такой атласные бабы эти ваши пуховики smart space но вот это он органичен это вот помнишь да да вот предыдущий видос наш предыдущий стрим где там был челик в лансдейле у него там треники у него какие-то двухтысячные new balance у него шапка кепи и он такой типа ну этот франкенштейн он такой типа мужчина загадка на у него там все намешано вот здесь ничего не намешано вы еще вот типа наш один из офицеров комментах нет лук написал типа кроссовки зимой так за пись так это так и должно быть вы не понимаете ребята это лук 10 из 10 вот он полностью логичный то есть типа ты подумаешь какого на огромный пуховик мишлен сейчас начнет как в рекламе шины вот так вот кидать вот так вот и какого у него через плечо огромная сумка себе компани я а я скажу что вы не понимаете ребята это русский реселл и это не просто русский реселл он и есть продавец то есть это не клиент это вот это барыга они так одеваются есть вы видите такого пацана это тем же бегите на пуй понимаете что ты говоришь да это молотов store о братишка не признал вот-вот-вот смотрелся если бы была если была вот иллюстрация поста выкуп ваших айфонов 100 найландов и машин вот вот ты заходишь на яндекс и вписываешь скупка краденого и вот эта фотография она вот это типа это вот эта фотография вы давайте вещи скупов вот это она это икона русского ресела вот она выглядит так зимняя версия летом летом это будет овершот маструм заводским браком вот и панамой викинг defender мурзик порядочный мурзик порядочный когда сходил лоток перетрем кукурузу зажили были ой да реально оценка 10 я понял что мурзик это типа про mercedes просто типа в контексте того что это пришло именно в моменте когда мы смотрели вот этот образ как вы думаете откуда у кота бориса столько энергии на да вот на самом деле я говорю что мне тоже нечего добавить к этому образу это вот как андрюха написал это типа идеально вот если вам нужна идеальная картина мира прямо сейчас вот welcome я даже я реально тигры ничего добавлять не буду за так это русский реселли 1023 на да вот 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 да да ну ладно